Меня зовут Татьяна Шипулина. Я более 12 лет занимаюсь войлоком. Это мое рабочее место. Это технология создания войлока с помощью рог, воды и мыла, а также из натуральных материалов, волокон, шелка и шерсти. Традиционное окрашивание растительными материалами. Для красителя я выбрала зеленый грецкий орех, отвар его. И для принтования выбрала листья деревьев похожей формы. Это разные сорта сирени, дуба, вяза и другие растения. И для ткачества, традиционное ткачество. Ткачество у меня в технике гобелин. Использую пряжу натуральную и шелковые волокна, всевозможные для декора. И отходы предыдущих проектов. Шелковые тоже ленточки, тряпочки. Для создания этого изделия я взяла выкройку у Алены Селезневой. По выкройке на базе шелка. Шелк маргелландский, тонкий. И я использую слиер новозеландский для раскладки. Слиер новозеландский для раскладки. Я готовлю из растительного материала. То есть, взяла, положила в кастрюлечку. Зеленые грецкие орехи. Залила водичкой. Потомила, остудила. И совместила то, что у меня получилось, с квасцами. Для того, чтобы красочка хорошо закрепилась. Деталь кафтана, спинка, подготовлена для покраски. То есть, я ее смочила сначала в железной воде. Для того, чтобы получить фотоэффект негативное. Изображение листа. Продолжение следует. Продолжение следует. Изделие у меня сшито. Все детали соединенные. И мою задачу сейчас входит в создание этой красивой каймы. Которую я оформляю в виде ткачества. Ну, как в технологии ткачества. Для создания основы, я взяла нитку с иголочкой. И прошила прямо по вылоку. Вот. Беру. Прокалываю. Вот. Продолжение следует. Продолжение следует.